На вчерашнем брифинге пресс-секретарь Белого дома Джей Карни ответил на вопросы журналистов насчет деталей отчета Национального комитета по оценке изменений климата, опубликованной на этой неделе. Эскалация ситуации в Восточной Украине, президентских выборах на Украине, которые будут проводиться 25 мая, посещение 11 школьниц в Нигерии и визита Советника по национальной безопасности США Сьюзен Райс в Израиль. Отвечая на вопросы представителей пресса, Джей Карни отметил, что третий отчет, издаваемый Национальным комитетом по оценке изменений климата, предоставляет информацию американской общественности об эффектах изменяющегося климата на регионы и их проживание. Он отметил, что отчет описывает, насколько повысилось загрязнение атмосферы выхлопными газами и уровень моря за последние десятилетия, что в свою очередь создает угрозу здоровью людей через экстремальные природные события, изменения формы передачи болезней ухудшенного качества воздуха, то засухи приводят к потере урожаев и пожаров на западе страны. Джей Карни сказал, что президент издал план работы по климатическим изменениям в июне прошлого года, объявивая серии действий для снижения загрязнения атмосферы выхлопными газами, по подготовлению США к климатическим изменениям и проинструктировал взять ведущую роль в усилиях международного сообщества для решения вопросов по изменению климатических условий. В своем ответе о том, даст ли США согласие на участие сепаратистов в Восточной Украине на международных переговорах по требованию министра иностранных дел Лаврова, пресс-секретарь Белого дома заявил, что во время переговоров в Женеве Россия подтвердила свою приверженность к диалогу именно с правительством Украины. Он также осветил действия сепаратистов, отметив, что установление децентрализации или местной автономии не производится путем захвата заложников, оккупации административных зданий, сбивания вертолетов и проварцирования насилия против своих же граждан. Джей Карни подчеркнул, что международные наблюдатели будут присутствовать на выборах президента Украины 25 мая, и украинское правительство оповещает населению восточной части Украины о том, что официально Киев будет решать их проблемы, включая провождение реформ по децентрализации власти на Украине. По вопросам о кредите в Нигерии, где исламистская группа, протестующая учебу представителей женского пола в школах страны, похитила 11 школьниц, Джей Карни заявил, что госсекретарь США Джон Керри уже предоставил план помощи нигерийскому правительству, включающий административную и разведывательную помощь, что было тепло встречено президентом Гудлаком Джонатаном. В заключении, пресс-секретар отметил, что 7 мая советник по национальной безопасности Сузен Райс отправится в Израиль с делегацией США на встречу американо-израильской консультативной группы, где будут обсуждены двусторонние стратегические отношения в вопрос о региональной безопасности.